Поговорим о стратегиях, а именно стратегиях, которые вам нужно использовать, когда вы решаете какие-нибудь примеры. Давайте напишем случайный пример. Сейчас мы его не будем решать, но мы просто посмотрим, что... Кстати, смотрите, сколько мы всего израсходовали. Вот-вот-вот, разные математики для роботов. Случайный пример, чтобы посмотреть, как что работает. Например, D поделить на E плюс F умножить на K-L плюс A равно B делить на C. Выглядит, например, нужно найти A. Выглядит довольно сложным этот пример, но на самом деле он очень простой. Чтобы найти A, оно у вас здесь стоит отдельно. И вы все это можете рассматривать как один большой блок. Например, здесь, в этом примере, вы можете вот это все и вот это заменить на два куска. таким образом. Например, треугольничек плюс A равно квадратик. Где треугольничек это вот этот кусок, а квадратик это вот этот кусок. Потом вы его вставите там со знаком плюс или со знаком минус. Но главное, что это теперь очень просто делается. А давно, как мы все знаем, квадратик минус треугольничек. Мы все помним, почему там с двух сторон и так далее. Но потом вы добавляете и решаете. Следующее, например, D поделить на A плюс C поделить на B равно A. Например, как здесь найти A? Точно так же делимся на блоки. Да. Самый, то есть, самый первый блок нам нужно оставить слева только доделенный на A. То есть, как-то избавиться от C плюс B. Потом оставить A. Да, это ваша стратегия. Сначала избавляетесь от этого куска. Потом избавляетесь от этого куска. Потом там все переворачиваете и найдете. Обычно немножко сложноватые примеры бывают, когда у вас смешивается и сложение, и вычитание. Там и сложение, и умножение, все вместе. Например, я сейчас напишу сверху A. B минус A умножить на C поделить на KL и все это в квадрате равна D плюс E. Опять здесь все как будто вы раскрываете лук. Первым делом избавляетесь от этой штуки. Потом избавляетесь от вот этой штуки. Давайте я напишу здесь. Первое. Второе. И наконец избавляетесь от этой штуки. Третье. Да, не пытайтесь сразу избавиться от всего, потому что здесь разные там знаки, здесь умножение, здесь деление и так далее. Думайте об этом как о блоках. Где умножение, то можно рассмотреть как один блок. Где сложение, там другой блок. Ну и так в блоке складываете друг с другом. Как-то так.